Доброго времени суток! Подписчики и гости канала Фиалки на Стравок. С вами Елена. Сегодня хочу поговорить на тему, можно или нельзя подкармливать детки фиалок. Столько ходит разных мнений. Одни говорят можно, другие говорят нельзя. И у всех всё растёт. В чём же, девочки, проблема? Почему же вот такие разные мнения? Оказывается, всё зависит от грунта. Какой у нас грунт? И от этого зависит, какая у нас будет агротехника. Я вам выведу на экран грунт, который продаётся в нашем городе. Это питательный грунт, но на основе рыжего верхового торфа. Написано для фиалок. И вот все те, кто начинают у нас заниматься фиалками, приходя в магазин, они покупают вот такой питательный грунт. У нас просто, понимаете, вот в городе ничего нет. И ничего не купишь. И когда я много лет назад начинала тоже заниматься фиалками, я тоже покупала этот грунт. У меня в нём всё росло. И детки, и стартеры, и взрослые растения. И никогда не было никакого перекорма, несмотря на то, что грунт питательный. Сейчас я использую другой грунт. Я делаю его сама. Он на основе торфа Классман. Я его тоже вывела на экран. И под видео ссылочку, как я его смешиваю с перлитом, я оставлю, чтобы вы могли посмотреть. В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать, как отличается агротехника, когда у нас листик посажен в питательный грунт или в торфяной. Потому что иногда ещё сажают в торфяные таблетки. И тоже всё очень хорошо растёт. Ну, начнём с того, например, что мы посадили листик. Какой бы у нас, девочки, грунт не был, питательный или просто верховой бедный торф, мы наш листик не удобряем. То есть вот первый этап, посадка листа, мы не удобряем. Так у нас листик сидит месяца два до первых деток. Появляются первые детки. Если у нас торф, грунт питательный, то при появлении деток, девочки, мы опять не удобряем. Детки начинают расти, и мы также поливаем обычной отстоянной мягкой водой. Можно добавить фитоспорин от гнилей, но не удобряем, потому что грунт питательный. Листик, когда вот так вот сидит в грунте, он тоже кушает питательные вещества, микроэлементы, всё, что есть в грунте. Но листик, он один, это не целая фиалочка. Он питается, но питается очень мало. Поэтому если вы посадили в питательный грунт, листик, всё, что здесь есть, он не скушал. Он оставил и на деток. Поэтому, дорогие, если питательный грунт, детки появились, не кормим. Дальше. Если мы посадили в торф, торф обычно или бедный по микроэлементам, или как классман, в нём есть микроудобрение, но в таких маленьких дозах, что когда вот я листик посадила, и появились детки, листик за два месяца, всё, что было в классмане, он скушал. Поэтому, если я детки здесь не начинаю подкармливать, когда они появились в классмане, они начинают желтеть. Они немножко вылезут, и у них уже желтинка. Видно, что у них голодание начинается. То есть, вот смотрите, какой у вас грунт. Я показываю именно свою агротехнику на основании грунта классмана. Другие, может быть, показывают на основании другого грунта. И насколько нашпигован грунт микроэлементами, мы знать не можем. Вот поэтому, девочки, в классмане я начинаю удобрять, начинаю удобрять микродозами удобрения. Беру я удобрение ТИССА. Этим удобрением я пользуюсь уже не один год. Оно проверенное. Оно универсально идет. Что такое универсальное удобрение? Это комплексный препарат, который содержит сбалансированный состав микро- и макроэлементов. Получается, вот это удобрение, оно помогает наращивать и листья, когда у нас детишки маленькие, и также, когда розеточка подрастает, становится стартером молодой фиалочкой. Это же удобрение помогает закладке и бутонов, и придает декоративность всем фиалочкам. Вы видели, как у меня выглядит коллекция? Вся коллекция кушает вот это удобрение. ТИССА универсальное. Я вот как его попробовала сначала, я просто нарадоваться не могу, что подходит всем. Значит так, деточки у нас проклюнулись, начали расти. Если у нас в торфе в бедном, кормим. Опять микродозы, девочки, микродозы. Если у вас удобрение ТИССА, то я использую 1 мл на литр воды. Если у вас другое удобрение, то советуют где-то в 10 раз уменьшить дозировку, чтобы не было перекорма. Если детки в питательном грунте, не кормим. Дальше детки у нас растут. Как же узнать, если детка у нас в питательном грунте, надо ее кормить или не надо? Тут наблюдаете за ростом. Если начинает рост приостанавливаться, или вообще замедляется, это говорит о том, что деточка скушала все, что было в грунте, и ее надо кормить. И тогда вы ее начинаете кормить снова микродозами удобрения. Микро, очень маленькими, чтобы не было голодания и чтобы не было перекорма. Ну а деточки, которые растут при материнском листе в торфе Классман или в другом бедном торфе, они продолжают у вас также кушать микродозу удобрения. Дальше. Деточки у нас дорастают, их надо пересаживать. Опять. Кто-то пересаживает в торф, а кто-то пересаживает в питательный грунт на основе торфа. Если мы пересадили наших деточек, независимо, какой у нас грунт, месяц мы не кормим. Не в том торфе, не в питательном грунте. Не кормим деток месяц. Им надо укорениться, им нужно дать корешки. Месяц мы не кормим. Прошел месяц. То, что у нас сидит в торфе, мы опять начинаем подкармливать, потому что торф бедный, детка нуждается. Опять, девочки, микродозы удобрения, микро совсем чуть-чуточку. Если у нас, мы пересадили в питательный грунт, через месяц мы не кормим, мы наблюдаем за нашей деточкой. Потому что иногда грунт настолько нашпигован всякими микроэлементами, что бывает, как вот у меня раньше было вот с тем грунтом, с питательным, я бывала до двух месяцев не кормила. То есть я опять наблюдала в питательном грунте рост деточки. Как деточка начинает медленно расти, так все, это сигнал, она все скушала, что было в грунте. Снова надо кормить. То есть вот смотрите, разный грунт, разная уже идет агротехника. Дальше бывает такое, что кормишь микродозами удобрения нашу деточку, а она вообще не растет. Не хочу, не буду. Что делать? На этот случай у меня есть вот такое удобрение унифлор рост. Здесь повышенное содержание азота 70%. Это только для наращивания зеленой массы. У меня это скорая помощь, когда детки перестают расти или замедляют рост. Опять я его развожу меньше и использую разово. Например, вот здесь стоит, что его нужно разводить один литр воды, три миллилитра препарата. Вот я вместо трех беру один миллилитр на литр воды и делаю это разово. Сделала разовую подкормку, две недели наблюдаю, как будет. Но за эти две недели я микродозы, и тисса, я все равно вношу. У меня ни разу не было перекорма. Абсолютно ни разу листья не крутились. Но и тисса опять очень-очень маленькие дозы. Опять миллилитр на литр можно еще убавить. То есть вот эта скорая помощь, это действует разово. Если вы заметили, детка остановилась в росте, это удобрение, это еда постоянная, скажем так, на каждый день. Вот хочу вам показать, девочки, две деточки, которые у меня получили голодание чисто случайно. Смотрите, какая желтая деточка. Если взять лист, вот смотрите, какой контраст огромный. Просто огромный контраст. Почему у меня произошло вот именно голодание деточки? Смотрите, здесь контраст листьев, здесь такие салатовые, а это детка зеленая. Вот у меня вот эти две деточки. Они были пасынками. Обе росли в таких маленьких стаканчиках, так как не было корней. Я их в стаканчик поставила, полила обычной дождевой водой без всяких микроэлементов и поставила в зип-пакетики. Месяц прошел, смотрю, они поукоренились. Но от того, что конденсат там остается, влага, там как бы круговорот. Она испаряется, влага на стенки попадая от пакетика и дальше обратно стекает. Влаги достаточно и все. Прошло два месяца. Вот смотрите, два месяца они почти без полива. Грунт влажный, корешки видать, но они вот такие светлые, салатовые. Вот эту детку я пересадила, наверное, неделю назад. Побольше в стаканчик, досыпала другого грунта и надеюсь, что моя детка начнет зеленеть, растить новые листики зеленые. То есть она вот такая светлая уже не должна быть. Ну, а эта детка от того, что она в маленьком стаканчике, я просто ее начала удобрять. Подкармливать опять микродозами удобрения, но пока я взяла и тисса. Посмотрю, как будет. Если рост не остановится и ее не купят, тогда я ее пересажу тоже в 100-граммовый стаканчик. То есть вот, пожалуйста, торф классман, бедный торф. Два месяца не удобряла, все побелело. Ну и смотрите, если у вас именно питательный грунт на основе торфа, то там кормежки минимальные и по потребностям. Но опять-таки, девочки, не надо крайностей, не надо доводить, чтобы у фиалочки было голодание, чтобы у нее листья пожелтели, а потом, ой-ой-ой, наша девочка голодная, надо ее покормить. Вот не должно быть такого, не должно быть никаких крайностей ни перекорма, ни недокорма. У меня вот чисто случайно так вот вышло, вот так получилось. Поэтому будьте внимательней. Ну и также очень важно, чтобы наша детка росла, это еще нужно освещение хорошее, потому что иногда спрашивают, почему у нас, деточки, зимой не росли, и многие погибли. Чаще всего это недостаток света. Если недостаток света, плохо формируется корневая система, сказывается все на листьях. Вот так, дорогие мои. Если у вас грунт питательный, значит, кормим меньше, наблюдаем и кормим по потребностям. Если только начинает детка замедляться в росте, то значит, нужно начинать подкармливать, подкармливать немного. Будьте аккуратны, растите. Надеюсь, все у вас получится, и советы мои были полезны. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и задавайте вопросы, чтобы я могла определить, какие темы вас интересуют. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok